На фоне нарастающего количества военных провалов киевского режима и массовых ежедневных потерь в живой силе и технике, поток иностранных наемников на Украине не только сократился, но и фактически разворачивается в обратную сторону. Несмотря на усилия киевского режима и увеличение выплат в процесс убытия наемников в мир иной или обратно в страны своего проживания, остановить киевскому руководству не удается. Недавние пустословные заявления о чуть ли не 20 тысячах иностранцев, сражающихся против российских вооруженных сил, обыкновенная ложь. Как мы уже отмечали, Минобороны России отслеживается и фиксируется пребывание на Украине каждого представителя этого интернационального сборища всадников без головы. Более того, в наши базы учета внесены сейчас не только наемники, непосредственно участвующие в боевых действиях в составе украинских подразделений. Мы учитываем и инструкторов, прибывших для обучения, помощи в эксплуатации и ремонте поставляемой Украине западного вооружения. Сегодня мы опубликуем эту статистику. Так, среди европейских стран безусловным лидером по числу как прибывших, так и погибших наемников является Польша. С начала специальной военной операции на Украину прибыл 1831 человек, из которых уже уничтожено 378 и убыли на родину 272 наемника. За ней идет Румыния, 504 прибывших, 102 погибших, 98 уехавших. На третьем месте Великобритания, 422 прибывших, 101 погибших, 95 уехавших. С американского континента лидирует Канада, 601 прибывшие, 162 уничтожено, 169 уехали. На втором месте США 530 прибыло, 214 погибло, 227 выехали. С Ближнего Востока, Закавказья и Азии больше всего 355 наемников прибыло из Грузии, из которых 120 уничтожено и 90 выехали за пределы Украины. Далее следуют в веки террористических формирований, переброшенные из подконтрольных США районов сирийского Заефратья, 200 человек. На сегодня 80 из них уничтожены и 66 убыли за пределы Украины. Все в наших списках на 17 июня 2022 года числятся наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран. С началом проведения специальной военной операции на Украину прибыло 6 956 человек. Уже уничтожены 1956 и уехали 1779. Пока живы, еще не захвачены в плен или не добежали до украинской границы, 3 221 наемник.